Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хотела с вами поделиться своими первыми двумя недельными жизни в США и рассказать о том, как же именно я ошибалась в своих ожиданиях. В этом видео я расскажу о трудностях, с которыми я столкнулась и дам вам несколько советов, чтобы вы могли избежать тех же самых ошибок. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Если вы хотите переезжать в США, то вообще обязательно. Если вам просто интересно послушать про реальную жизнь в США, то тоже смотрите до конца. И скажу сразу, как только я переехала в США, на протяжении первых двух-трех недель у меня была голимая депрессия. И первая проблема, с которой я столкнулась, да, и которая меня подтолкнула в направлении депрессии, это проблема с жильем. В США постжилья это совершенно другой процесс, нежели там в России, да, или в каких-то других странах. В европейских странах это все, конечно, по-другому. В США, когда вы ищете жилье, вы подаете заявку своим ландлордам, да, и арендодатель просматривает вашу заявку и решает, если вы ему понравились или нет. Чтобы эту заявку подать, вам нужно два документа. Это Social Security Number и Credit Score. Social Security Number это документ, который иностранец может получить только после пяти дней нахождения на территории США. Вы идете в определенное, да, отделение государственное, там вы даете документы, и через недели три-четыре вам этот документ приходит на руки. Соответственно, получается, что первый месяц, может быть, два, в зависимости от того, когда именно вы подали на Social Security Number, вы, по сути, находитесь без этого очень важного документа. Я, к счастью, смогла найти студенческое жилье, к счастью, да, смогла найти студенческое жилье, которые понимали ситуацию, да, как раз интернациональных студентов, и они разрешали нам жить у них без предоставления Social Security Number и Credit Score. По-моему, я Social Security Number им просто предоставляла потом, как только он у меня появился. В общем, студенческое жилье, в котором я находилась, оно было само по себе неплохое. У нас даже спортивный зал был на первом этаже, менеджмент самой, вот эта компания, да, которая сдавала эти апартаменты студентам, они были очень хорошие, то есть у меня были хорошие отношения с менеджментом, но, поскольку я начала искать жилье достаточно поздно, потому что я поздно получила визу, у них оставалась только одна комната, и комната как раз была в не-renovated апартаментах, то есть мне достались старые апартаменты и очень маленькая мастичненькая комната, которая находилась на первом этаже, окна смотрели в окна других соседей, слава богу, у меня, конечно, окна не выходили на мусорку, но мусорка там была где-то не вдалеке, вот, света в апартаменты мои, да, в мою комнату вообще не попадала, и то есть было очень-очень грустно, как только я со своими вещами, да, пересекла порог, зашла в свою комнату, я сразу такая, ну все, для меня очень важно, чтобы, знаете, атмосфера вокруг меня была красивая, чтобы мне нравилось жить, где я живу, мне в тот момент моя атмосфера вокруг меня вообще не нравилось. И, конечно же, нужно понимать, что я переезжала из Европы, я жила в Будапеште там последние четыре года, поэтому такая резкая смена обстановки, она для меня, конечно, была достаточно шокирующей. Вторая причина, да, моей депрессии, это была дороговизна жизни. Я знала, что в США будет жить намного дороже, нежели в Венгрии, но я не знала, что для меня это окажется такой большой проблемой. Когда я жила Венгрии, даже будучи студентом, я могла спокойно ходить по ресторанам, может быть, не каждый день, но каждую неделю. В США, чтобы сходить в ресторан, с учетом того, что тут еще 20% нужно платить, как чаевые, везде просто тебя, с тебя эти чаевые просят, сходить в ресторан, это дело дорогостоящее. Соответственно, понятное дело, если вы работаете, да, 40 часов в неделю, у вас хорошая зарплата, для вас это не проблема. Но для любых других людей, у которых зарплата чуть ниже средней, по ресторанам ходить будет очень сложно. Третья проблема, с которой я столкнулась очень неожиданно, это социальная адаптация. Как вы знаете, я за рубежом живу с 19 лет, поэтому я не подозревала, что у меня будут проблемы с общением. Но как оказалось, в Европе, как иностранец, тебе проще коннектиться с другими иностранцами, да. У меня были и венгерцы, друзья, и друзья из Италии, и друзья из России, и друзья из Испании. То есть, когда я жила в Венгрии, у меня было друзей очень много из разных стран. Но поскольку мы все были из разных культур, нас почему-то это сплачало. Когда я переехала в Америку, мне было очень сложно законнектиться именно с американцами, потому что американцы держались такими группками, как мне показалось у меня в университете, и в эту группку влиться, как иностранцу, было очень сложно. Конечно, четвертая проблема, это были и ментациональные, и ментальные трудности. Я об этом говорила в своих других видео, как только вы переезжаете за рубеж. Даже если там первые две недели у вас не депрессия, а наоборот, вам все радостно, и все так красиво и замечательно, все равно приходит такое время, когда вы понимаете, что вы никого и ничего вокруг себя не знаете. А вы не знаете, в какие магазины сходить, если вам что-то нужно. Вы не знаете, как куда-то добраться, если вам нужно куда-то поехать. Вы постоянно находитесь вне зоны своего комфорта, и, конечно же, это очень сильно влияет на ваше эмоциональное состояние. И очень сильно влияло на мое эмоциональное состояние, как раз первые две-три недели, когда проходила адаптация, мне в этом плане было очень сложно. При этом я же переехала в Филадельфию. Филадельфия не самый... ...безопасный город США. И жила я прямо в центре. Были даже ситуации, в которых я вообще не хотела даже выходить на улицу, потому что мне нахождение на улице было неприятным. Вот такое тоже бывает. И подводя итог всем моим жалобам, я могу сделать следующие выводы. Первое. Всегда будьте готовы к тому, что переезд за рубеж, даже если вы очень позитивно настроены, это эмоционально тяжело и достаточно трудно. Имейте в виду, что не все будет идти по вашему плану. Какие-то вещи будут не складываться, у вас из-за этого будет стресс, вам будет казаться, что это конец света, но это никогда не конец света, и все в итоге потом улучшится. Но имейте в виду, что да, первые несколько месяцев даже могут быть очень эмоциональными. Второй момент. Это заранее изучите минусы и проблемы жизни в той стране, в которую вы переезжаете. Опять же, жизнь в США достаточно тяжелая в плане именно отличий от жизни в Европе. Тут совершенно другой менталитет. Даже вот, к примеру, снятие квартиры. То есть, если вы не знаете, какой именно подход здесь используется к снятию квартиры, вам будет сложно просто даже найти жилье. Соответственно, я вам советую, и я советовала в других видео, обязательно посмотрите какие-то ролики на Ютьюбе, где ребята рассказывают и делятся реалистичными взглядами о жизни в США. Обязательно будьте готовы, что жизнь в США дороже, нежели в других странах, и планируйте свой бюджет заранее. И я говорю об этом часто в своих видео. Не думайте, что вы сюда приедете и начнете много и усиленно работать, и у вас сразу появится много денег. Да, вот это американская мечта. Оно, конечно, такое бывает, но это более, я бы сказала, исключение, нежели факт. Поэтому, если вы решите переезжать в США, будьте готовы к тому, что у вас должен быть какой-то финансовый план. И мой последний вам совет, это обязательно ищите друзей. Я считаю, что люди это социальные существа, даже если вы интроверт, вам все равно нужна какая-то компашка друзей. И вместе с ней у вас и ваше ментальное здоровье улучшится, ментальное, эмоциональное, ментальное, все станет лучше, как только у вас появятся друзья. Поэтому имейте это в виду. Если вам понравилось это видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, и я с вами увижусь в следующем видео. А, еще подпишитесь на канал, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok